Всем привет, друзья! Доброе утро! С вами Николай, только проснулся. И я сегодня вам хочу рассказать про свою самую любимую геркулеш, самую любимую кашу, самую любимую овсяные хлопья. Геркулеш традиционный, от русского продукта. Это продукт такой, который был еще из советского времени, многие его знают. В общем-то, это хлопья, они бывают самых разных типов. Самые вкусные хлопья, это традиционные. Почему? Потому что традиционные хлопья, они обладают очень правильной структурой, самой лучшей структурой из всех хлопьев, которые я встречал в жизни. Я был, когда в Нидерландах по роли отжил, там хлопья не такие вкусные, как эти. В Японии там хлопья не такие вкусные, как эти. В Вьетнам там хлопья, в общем, везде, где я ел хлопья, я везде их ем, овсяные хлопья или мюсли, везде все не так радужно, как у нас. Поэтому мы можем гордиться вот этой упаковкой, вот этими хлопьями. Я на самом деле их дикие просто фанаты. Я не знаю, что-то я тормозил, тормозил, надо было, наверное, сразу сделать на них обзор пораньше. Но, тем не менее, вот я делаю это сейчас. И вот я действительно очень люблю эти хлопья и постоянно их ем. Я ем их каждое утро, на протяжении нескольких лет. На лет 5 я уже ем подряд, вот каждое утро я ем тарелку вот этой каши. Как я ее делаю? Я насыпаю хлопья в тарелку. Дальше я заливаю ее горячей водой и накрываю крышкой. И все, я настаиваю эти хлопья, я их не варю. Хотя в инструкции тут написано, что довести до кипения, на славу не перемешивая, 10-20 минут варить до загустения. Я так не ем хлопья, это неправильно. Фишка этих хлопьев в том, что у них очень хорошая структура. Не нужно доводить ее до загустения и так далее. Этот овес, он максимально полезен, он отлично прочищает ваши кишечники и все остальное. Если вы его едите вот в таком виде, не то что сухом, да, сухом, наверное, не нужно есть, ну согласитесь. Если вы его едите, ну просто, по крайней мере, я вот 5 лет ем и вот прекрасно себя чувствую. Как раз лучше, чем раньше тоже. Вот, мы берем эти хлопья еще раз, насыпаем в тарелку, но еще все это покажу. Заливаем кипятком и накрываем крышкой и накрываем на 5 минут, надеюсь. Вся вода всасывается, то есть вот эти хлопья, они, грубо говоря, набухают от воды, они набухают от теплой и становятся очень мягкими, вкусными, но при этом сохраняя структуру. Это все равно, что есть кукурузные хлопья, получается. Мне кажется, рецепт, который я придумал, да, я придумал этот рецепт, можно сказать. Это мой ноу-хау, надо запатентовать. Вот его нужно записать на этой упаковке, потому что так эти хлопья в тысячу раз вкуснее и полезнее. Ну ладно, давайте, в общем-то, более внимательно отнесемся к конкретно вопросам состава производителя и так далее. Итак, хлопья овсяные и геркулес традиционно сделаны в России, Калужская область, Малоярославецкий район, село Детчино, улица Московская, 77, заходите в гости. В общем, Калужская область, у вас прекрасный геркулес. Состав, вот такой состав я люблю, овсяные хлопья. А нет! Вот, ну, год, 10 месяцев этот продукт. Я, как бы, могу с вами поговорить, как такой, действительно, в общем, поклонник этой продукции, поэтому у меня есть две упаковки. Я купил, я, почему эти хлопья покупаю под коробками, вы мне не поверите, но я просто покупаю. Часто на них акции всякие идут, в самых разных магазинах. И вот лежит коробка, так, упаковка этих хлопья, типа, 150 рублей по акции, можно купить, типа, по 30, по 35. Вот я сразу беру себе, типа, 10 штук или, там, 20, иногда у меня, там, 40 дома лежат патчек вот этих вот. И я их постепенно ем, постепенно ем. И вот у меня недавно совсем эти хлопья у них был ребрендинг, недавно с ним тут, в общем, была такая советская упаковка, помните? Она такая синенькая, в общем, вот с этим значочком русский продукт, но она была не такая красивая. Недавно сделали ребрендинг, и она реально стала вот красивая. Да, тут вот такую, такую, просто приятно брать в руки. Это, наверное, самая крутая иллюстрация на упаковке русского продукта, которую я когда-либо видел. Еще хочу немножко похвалить, да, потому что, ну, как бы, что сказать. Ну, действительно, отличная упаковка. И, что интересно, вот, еще недавно был один ребрендинг, там, видите, глубокий обзор, поменяли клапан открывания. То есть у нас вот есть открывать здесь, вот такая штука, да, сейчас покажу, вот так она открывается, да, и потом вот так вот закрывается. И вот сейчас сделали новый клапан, удобный клапан. Вот сейчас вот этот удобный клапан, но, что я хочу сказать, вот эта штука в тысячу раз удобнее. Иначе мы вот этот новый удобный клапан сделали, потому что, ну ладно, вот я покажу. Вот он вот так открывается, такая маленькая щель, через которую мало что пролезает, если его расширить, то, в общем-то, все ломается, и через этот клапан все просыпается. В общем, вот этот клапан мне новый не нравится, то есть хлопья от этого хуже не стали, овсяные, овсянка, Сара, но вот этот, он мне больше нравился, и он более какой-то удобный для меня. Да, вот закрываешь, так вон, стой. Конечно же, это хлопья хранятся в картонной упаковке, и с ним ничего не может случиться. Пахнет, знаешь, в чем? Чаем, наверное. Немножко пахнет чаем, немножко зерном, да, зерном такой, пшеницей, чем-то таким. Ну, вообще, это овес как-нибудь, да. Все, наверное, ели овес. Как ели овес? Я помню, выйдешь в чистое поле, лошади бегают, а ты овес. Вкусно было. Вот, ну что же, давайте насыпем их, и вот я вам их покажу. Фишка этих хлопьев в том, что, в общем, они, вот я сколько их ем, я, ну, ем, действительно, пять лет уже, и мне вот за все время встретился один маленький камушек в этих хлопьях. Все это такой охрененный показатель, извиняюсь, что выспался. Это такой охрененный показатель, потому что, ну, вот, любую, любую крупу вы будете есть, если вы будете каждый день есть какую-то крупу, допустим, крепимся в их или что-то, ну, я гарантирую, что вам попадется там сто тысяч камней. Ну, просто вот один маленький камушек за все время мне попался, вот, и то он был в самом низу, потому что, ну, он, как бы, тяжелее, он, видимо, туда попал. В общем, очень хороший контроль качества у этого продукта. Ну, я не знаю, сколько я уже упаковок съел его, и вот то, что ни разу у меня не было никаких претензий. Ну что же, насыпаем. Я вам покажу сейчас еще раз процесс изготовления, кажется. Покажу вам структуру. Вот, в общем-то, так выглядят эти хлопья. То есть, вот в чем фишка? Это просто-напросто овес спрессованный. Он, вот, видимо, пресс огромный, он хреначит по нему, хреначит и спрессовывает его в такие вот штуки. На самом деле, вот эти хлопья, их уже можно есть. По вкусу, как семечки. А дай в чем еще плюс? Чистить не надо. Семечки. Ну, немножко, конечно, такой вот есть... Ну, привкус овсянки. Небольшой такой привкус муки. Все-таки это же зерно прям такое. Оно еще раздербанено. В общем, фишка в том, что это очень грубый помол овса. Бывают еще монастырские. Вот такой юркулес. По-моему, он еще грубее, насколько я знаю. Ну, вот я фанат именно этого. Любитель большой. Его можно есть как семечка. Он действительно вкусный. Вот после того, как мы его налили, поставили, заливаем его горячей водой так равномерно. В общем, она у меня уже не очень горячая. Я, наверное, уже градусов 60, может быть, даже меньше. Вообще, это не очень важно. Даже теплый можно залить. Фишка в том, что вот вы налили. Потом у меня есть специальная крышка. Я закрываю эту крышкой. И потом я закрываю, как вот моя бабушка всегда закрывала пирожки. Я закрываю полотенцем. Все. Поставили вот эту нашу конструкцию. Поставили. Чем дольше, тем лучше вообще. Можно оставить вообще... Иногда я там, меня срочно по работе вызывают, и я не успеваю честь эти хлопья. Они у меня стоят весь день. Я потом прихожу, типа, уже в обеденное время и их ем. То есть, вы оставили так и стоят нормально. Все. Лишь вкуснее их есть, когда они еще тепленькие. Вот. В общем, единственное, что, конечно, прямой способ поедания этих хлопь, я люблю их сладенькими. Поэтому, ну, в общем, я, как я это делаю? Вот я настоял на воде. Воду они впитали. Дальше я обязательно заливаю молоком. Да. Каждый день я... Почему я так много молока пью? Опять же, потому что я заливаю молоком эти хлопья. И я заливаю молоком, после этого есть... Как их подсластить? Потому что, ну, вот эта каша, ее, конечно, можно есть вообще без молока. Вот штукенция каждый день, вот, Вера, она ест эти хлопья. Просто я ей беру, и половину отдаю. Она ест их так в сухомятку, дает, как лошадь. Ей очень нравится. Ну, и глаза полезные, и все такое. Ну, вот я, как я делаю, я заливаю молоком, и кладу ложечку сахара. Я кладу либо ложечку сахара, большую, ну, на тарелку, либо, ну, я стараюсь, я стараюсь сахар, на самом деле, не класть. Я стараюсь врать какие-нибудь сладкие хлопья, какие-нибудь еще кукурузные, или взять кусочек какой-нибудь, не знаю, пряники какие-нибудь, ну, прикуску есть. Ты стараюсь подсластить их. Идеально вообще малиновое варенье, бабушкино, хорошее малиновое варенье. В общем, ну, в общем, с этим у нас проблема, большой дефицит, большого малинового варенья, тем более, сейчас еще не сезон. Вот, поэтому, в общем, приходится использовать самые разные подручные средства. Вот такие вот дела, друзья. В общем, это самые лучшие овсяные хлопья в мире, пожалуй. Что тут говорить? Это самые лучшие овсяные хлопья в мире. Все. Конечно, тут важно их уметь правильно готовить. Если вы их варите, они, наверное, будут противными. Потому что, ну, я не люблю овсянку, извините, я не люблю овсяную кашу, именно вот овсянка такая, да-да-да-да. Вот эти хлопья, фишка в том, что вот если вы их готовите по моему ноу-хау, просто заливаете их кипятком, эти хлопья, они впитывают в себя влагу, они фактически и становятся готовыми, они становятся вкусными, они становятся офигенными, по структуре, их приятно есть, да, их можно, я не знаю, вот просто, просто есть, да, не то, что овсянку там давишь, а эти хлопья, они просто вкусными становятся, вот, такими полутвердыми, и, ну, это обалденно. В общем, всем рекомендую попробовать, и хочу выразить благодарность ребятам, которые делают эти хлопья, потому что они действительно мощнейшие, это мощнейшая еда. Каждое утро я съедаю этих хлопьев и прекрасно себя чувствую. Всем рекомендую, это, наверное, лучший русский продукт, он максимально простой, но еда и должна быть максимально простой, она должна быть вот такой какой-то, мне кажется, здоровой, натуральной, нашей, да. Ну что ж, друзья, давайте обсуждать это все в комментариях, что вы думаете про Геркулес традиционный, пробовали ли его или нет, может быть, в советское время еще баловались, например, те, кто постарше, или, может, застали хотя бы прошлую дизайн упаковки, давайте соберем таких любителей этого Геркулеса под этим видео в комментариях пишите, жду ваших комментариев, с вами был Николай, буду сейчас есть свой любимый Геркулес, пока!